Десятая видеозапись следователя КГБ СССР товарища Атомного в командировке в Майами, штат Флорида, США. Значит, мы возвращаемся к допросу Джулии Альварес. И у нас есть еще вопросы. Что вы увидели две ночи назад, когда позвонили по телефону 911? Мне действительно практически нечего сказать. Два дня назад я вернулась домой с благотворительной акцией по сбору денег в клубе Палм Глин, чтобы отдохнуть на самом балконе в вечернем месте. Я не очень обрадовалась, когда увидела странную яхту, пришварцованную к нашему частному причалу. Я забралась на борт, чтобы сказать капитану, что я о нем думал, но там была мертвая, голая женщина, кричащая в комнате. И она была мертва, мертвее не бывает. Я ударила из этой лодки и позвонила в 911. Но когда я была у звонка, я увидела, как лодка ушла. Ага, значит, все-таки она с тобой пришла, пришла. Ушла, понятно. Почему вы повесили эту лодку? Я подумала, что я просто ошиблась. С ней должно быть, было все в порядке. Она, скорее всего, была мертвецки пьяна, но не настолько, чтобы не суметь отчатывать лодку. То есть я хочу сказать, кто еще мог бы быть у штурвал. Я повесила трубку и налила себе выпить, чего мне так и не хватало ранее. Алкоголичка. Несмотря на милое личко, алкоголичка, алкоголичка. Песня такая в Советском Союзе популярная сегодня. Где был ваш муж? Он остался в Палмглен. Это было одно из главных мероприятий сезона. А мне, знаете ли, захотелось уйти оттуда немного пораньше. Ну да, поедание крокодилом человека. Это очень... Таду было весело, и я не возражалась, чтобы он остался. То это, конечно, крокодил Гена, который спасал человека, не давал другим крокодилам его съесть. Это было то еще дело. Бедный крокодил Гена, жалко, что он помер. Вот. Соболезнования в семье крокодила Гена и чебурашки. Почему вы ушли с вечеринки по сбору денег? Я весь день провела на студии, и у меня ужасно разболелась голова. К тому же все, кто был на этой вечеринке, просили меня спеть. В оркестре там были какие-то уличные музыканты, и мне совершенно не хотелось быть там рядом с ними. Мне хотелось только одного убрать из этого гамма и людей. Слушай, точно! Ты же должна нам спеть. Пой, птичка, пой. Пой, мы, мы, это, как его, вот, похлопаем там, да, ритм нужен какой-то. Вот Делка может по столу что-то похлопать, да, а Элена, она может по окну похлопать, будет какая-то композиция. Спой, спой. Нет, она не хочет петь, вот же ж. Не повезло. Когда бы еще концерт был бы? Где сейчас ваш муж? Уже дома, наверное. Кто-нибудь может связаться с ним, чтобы он прислал за мной наш ваш... Шеффер, у всех какого-то удовлетворенность от уничества с моей стороны. Извините, мисс Альвирс, нам придется попросить вас остаться, вы знаете. А как это он врезался прямо туда? Интересно. Как это у тебя получилась, Делка? Вы когда-нибудь раньше видели здесь женщину на лодке? Нет, никогда не видел ни ее, ни эту ужасную лодку. Это все пока что нам нужно. Так, а где же песни? Так, все, он уже сказал. Вас никогда не связывали? Лейкопластырь не клеили, нет? А вот это видео вы видели? Нет. Так. А вот это тоже она не знает. Ну, про жидкости. Что ты скажешь? Тоже ничего, она не знает. Ладно, давайте снова килини. Ты можешь ордер на опыск? Ордер на допрос. Та дуэлс. Ничего нет. Возможно, вам нужно связать лучше. Так, назад. Ордер на допрос. Пока ничего нельзя, да? С лодкой все понятно. Давай на пристань. О, так. Это частный причал, ребята. Вам нужна помощь. Я реглялка. Мы из криминалистической лаборатории Майами. Очень модные ребята. Выторвелся. Да. Но мне кажется, что это какая-то ошибка. Я не сообщал ни о каком преступлении. Мы расследуем некой версии одного убийства. Убийство? Я не представляю, чем я могу вам помочь, но если бы был, то очень рад. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Где вы были две ночи назад? Две... два дня, два дня. Сейчас, сейчас. Это был вечер, когда в клубе была акция по сбору денег в Палм Глендер. Я был там со своей женой, но мы немного поздорили, и она разозлились и уехала оттуда. Послушайте, это личное дело, если учитывать, что Джулия звезда, и все такое, вы не могли бы распространяться об этом. Как бы то ни было, я пошел на поле для гольфа и попытался, не знаю, собрать смысл и что-то. Даже у самых лучших семейных пар бывают тяжелые времена. А у меня только что произошел скандал, и я пытался понять, как с ним справиться. У вас когда-нибудь здесь был причал для лодок? У нас в Джулии нет лодки, и никогда не была. Нам просто нравится приходить сюда сидеть, отдыхать и смотреть на воду. Но мы не используем наш причал для лодок. У нас даже нет друзей, у которых есть лодки. А подводные лодки у кого есть? И вы, возможно, принимаете иммигрантов, может быть, вы наркотиками торгуете. Признавайтесь. Как вы порезали руку? Как неуклюжий дурак. Вот так потрошил рыбу и порезал руку. Пребыл обовсюду, пришлось даже швы накладывать. Вы не возражаете, если мы осмотрим причал? Вы можете сделать то, что поможет в вашем расследовании. Но еще надо сказать, что у нас визит огромный стоят чайки, и они загадили все в пристань своими нючими визитными капочками. Боюсь, что вы там найдете больше дерьма, чем у Лика. У меня в том времени больше не было. Блин, представляете, летела толпа чайки и насрала. Это надо было на видео записать. Так, ну, наконец-то, причал. Так. Удочка, я смотрю, ловит рыбку, да? Столбы. Какие интересные. Так. Опа. Что у нас тут? Сбор улик. Мой поиск. Ну, я ничего не вижу. Опа. Трос. Продолжай работать так хорошо, и тебе не нужен буду я. Это вообще не нужен. Ты просто запкомпанию со мной ходишь и смотришь, как офицер КГБ ведет следствие. Профессиональный. Так. А вот это что за лодка? Вы говорите, лодок нету. Ведро. Почему нельзя в ведро посмотреть? Опа. Это должно быть кровь Тада из раны, которую он получил при чистке рыб. А вот это дерьмо. Нужно взять и дерьмо. Может оно тоже имеет отношение. Так. Здесь. Кровь. Это помощь свыше. Отпечаток обуви в дерьме чают. Офигеть. Офигеть. Если это только не наш отпечаток. Помощь свыше называется. Ни фига себе. Чайки оказывается боги. А им никто не поклоняется. Вы поклонялись чайкам? А стоило бы. Так. Больше я не вижу здесь ничего такого нужного. Да. Давай отправимся в лабораторию пока. Хотя подожди. Можно еще переговорить с собой. А он больше ничего сказать не может, да? Ладно, отправляемся в лабораторию. Но на самом деле вот эта канать ничего особого не даст. Крошечный кусок полагона, получше его можно рассмотреть под микроскопом. Так, кровь давай смотрим. ДНК сканерный ждет в компьютере. Так. Отпечатки ноута сканированы и находятся в компьютере. Ну, что, веревка совпадет, по идее. Да. Мы получили подтверждение, что мисс Фортуен была причалена к причалу Джулии. Так это и так было понятно по свидетельским показаниям. Поэтому это только, ну, так. Лишь подтверждает их и все. Так. Что здесь? ДНК. Это сейчас кровь в присталь. Так. Так, 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 так. А это уже интересно. А как эта кровь в пристани оказывается совпадает с ДНК на корабле? Каким образом? Совпадение, да. Совпадение это может говорить о том, что Тат был на яхте и что он очень хорошо знал эту яхту. Но, чтобы подтвердить это, нам нужен образец ДНК, взятый непосредственно у него. Это также поднимает два других вопроса, которые мы не задали, да? Так, значит, это неизвестное. А это уже интересная зацепка. Так, давай ботинки. Узнаем. Так. А вот этого разделительного нету. Это нет. Э, нет. Нет. Похоже, в этом комплекте нет совпадений. Ну, вот это самое большое совпадение. Но только здесь вот этого нету. Да-да-да-да-да, обращай детали и прочее, и прочее. Так, можем ли мы запросить еще ордер или что-то типа того? Ордерный допрос. Тадуэлса. Отлично. К нему теперь ведет довольно прочная ниточка, но ты еще не смогу доказать, что ДНК была найдена на месте преступления. Я еще не могу дать ордер на то, чтобы взять у него образец ДНК. Может быть, на месте преступления есть еще какие-то физические улики, которые могут привести к ТЭДу? Ордерный допрос. Назад. Так. Мы можем взять у вас образец ДНК. Нет, без ордера ты не можешь. Вы без того уже всталились в мой обычный житель. Это все пока что нам нужно. Нет, пока нельзя брать в мою ДНК. Оно слишком писано, но оно стоит много денег. Так, ну здесь указано, что... Все уже найдено, что нужно. Удочка. Так, что теперь? Я думаю, что теперь. Так. Ботиночки у нас есть. Опять, но... Так. Тут нету никакие доказательства. Тут тоже. Предметы. А, на этом самом порно. Там кто был? Начинала. Давай-ка вызовем тогда еще раз на допрос Джулию. Да, давайте раздадим вопрос. Тат сказал, что вы ушли из Палм-Глены из-за ссоры с ним. Да, именно это я говорила вам раньше. Разве вы не помните? Я помню, что вы говорили, что у вас болела голова. Целый день в студии звукозаписи, громкая неприятная музыка в клубе и так далее. Ну, да, это тоже правда. Но вдобавок ко всему, мой муж иногда ведет себя как ублюдо. И оттого у меня голова болит. Я очень занят, вы не возражаете? Так. Ботиночки. Голос мужа посмотрели, это все посмотрели. Это тоже посмотрели. А вы вроде говорили, что я знаю о том. Ордер. Ну, да просто. А еще нет. Если вы найдете связь между созреваемым и сценой преступлением. Так. А как им образом еще? Здесь есть какие-то вот отпечатки ног. Нет, здесь я уже все осмотрел. Это мне кажется, или здесь отпечаток? Ну-ка. Да, показалось. Так. Давай сюда. Извините, офицеры. Это все, что я могу подумать за сейчас. Не знаю, чуваки, я больше вам ничего не хочу. Больше ничего могу помочь. Конечно, давайте спрашивайте. Вы когда-нибудь были на борту лодки Мисс Фортуны? Я не думаю, это название я наверняка бы запомнил. Я думаю, что вы нашли семена ваше на борту этой язвы. Вы должны помнить. Это безумие какое-то, это невозможно. Я никогда не был на этой лодке. Послушайте, у нас есть причал, но у нас даже нет лодки. Мы его купили вместе с домом. Я не люблю глупости, у меня начинается москве болит. Вы бы скорее нашли там мою блевочину. Вы должны перепроверить свою науку. А вот это, ты что-то знаешь, но I don't right now. А порнушку. Hey, wish I had more for you, but I don't right now. Hey, wish I had more for you. Он ничего не знаю, я ничего не знаю, ничего не видел. Hey, wish. Ладно, давай притянем его уже. Да, он отрицает, что он был на яхте. Возможно, если вы найдете в лучшую связь между подозреваемым и жертвой. Так, то есть, и этого не подходит, да? Так. Sorry, officers. Я больше ничего не могу помочь. Hey, wish I had more for you, but I don't right now. Так, и все это уже показывал. Hey, wish I had more for you, but I don't right now. А может спросить у этой самой Джулии там по поводу лодки. Давай на допрос Джулия Арварес. Давай. Не отражайте. Я хочу по поводу корабля спросить. Она все уже сказала, что можно было. Кто уже не знает? Блин, наверное, что-то еще не хватает на жертву. Давай осмотреть друг. Пожалуйста, я буду рада, если вы найдете что-то, что я упустила. Можно это как-то собрать? Стряпок типа, этот ли канат использовался? Так, пятна. Попробуем поискать при помощи отпечатков пальцем. Нету. Давай. Ничего не вижу. Здесь ничего нету. Ну, я не вижу на самом деле, что тут еще можно у нее посмотреть. С этой руки ничего не взять. Посмотреть тут все, что было. Так, а ну-ка, канат, 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 канат. Что у нас обработано? Здесь я смотрел, отпечатков никаких нету. Канат, и ничего с ним сделать нельзя. Отпечаток огуби. Но он ни с чем не совпадает. Нету ни с чем, чтобы совместить. Так. Тут у нас что? Обувь я посмотрел, голос я сравнил. ДНК не получилось. Спецссылки я уже смотрел. А ну, может, сам у нас подозреваемый в чем-то виноват? Посмотрим, сейчас проверим. Так, давай посмотрим. Нет. Нет. Пока. Вроде да. Но на самом деле, вроде она не такая. Да, не такая. Не такая. В этом комплекте нет совпадений. Так, значит, он ни за что не притягивался. Понятно. Сложно, конечно, понять, в чем проблема. Еще раз притянуть его. Еще нет. Возможно, нам нужна лучше связь. Ааааа. Не очень занято. Так я это уже все проверил. Здесь ничего нету. Так и здесь все собрано. Указывает на это все. То есть, я уже смотрел все, что можно было. Вот. Место преступления. Здесь вот тоже, посмотрю. Может, тут отпечаток? Тут не может быть отпечатка. А какую еще более жесткую связь-то нужно установить? Ну что, попробуем еще раз поговорить. Единственное, кого мы можем поговорить, это Джулия Львальд. Давай уж все улики, вот эти дадим. О, ну если вы должны спрашивать, спрашивайте, пожалуйста, я занятая женщина. Вы не ладили стадом из-за другой женщины? Тад посещал сексуального терапевта. Плохо я к этому отношусь или хорошо, это мамичное дело, понятно? Мой скандал с Тадом был связан с его недавним появлением в интернете. Мне не нужна такая плохая реклама. Я исполнитель, значит, ее образ тетно связан с сексуальностью. И когда мой муж... Ладно, я и так уже сказал свежим дно. Бывает. Вы знаете врача, который посещал Тад? Вы никогда не встречались. Я знаю, что ее зовут Элла Синфа и что она была мошенницей. На самом деле звезда трех хиксов. Может быть, вы видели ее в таких шагах, как «Горячие девочки» и «Дорогая кэпп» и «Респирация». Или, может быть, небольшой фильм «Независимый порносторист» с моим мужем, во второй главной роли, у которого вдруг замечено кто-то там еще. Нормально. На Парнохабе, наверное, все это. Как вы узнали о Таде и Парнозвезде? Мой стилист прочитал о них в таком супер-таблоде и сказал мне, я подумала, что это брехня, а потом сама все увидела. В клубе на мероприятии под брудью и за тобой ей поссорилась. Несколько? Но ты недовольна, это точно понятно. Муж, наверное, тоже довольна с таким секс-терапевтом. Единственное, что все в интернет отправилось. Ну, бывает. Так, давай стадаем по поводу его начала карьеры порно-актера, спросим. Расскажите о вашем начале карьеры как порно-актера. Что вы можете об этом сказать вам про интернет? О, боже, вы знаете об этом. Джентльмены, я очень смущен. Чего я могу сказать? У нас с Джулией были проблемы, а когда она указала о видеоплёнке, она взорвалась к вулкану. И кто ее может винить? В смысле взорвалась? Когда девушка взорвается как вулкан, это даже хорошо. Такой приятный взрыв бывает. Наверное, вы не знаете об этом, да? Вы знаете Элусинты? Я так не думаю, но по своей работе я встречаю очень многих людей. Думаю, это возможно, но я так и не думаю. Я уверен, что вы встречаетесь с очень многим людьми. Вы нужны ли вы оставляете образец своих ДНК на кровати? Она сказала, что ее зовут Стелла. Стелла Клэр. И это было лечение. Почему вы так на меня смотрите? Мне мой психиатр прописал психолог из-за плохого психологического свойства. Отлично. Слушай, где такие психологи? Пускай меня тоже пропишут. Это будет здорово. Она была прописана вам? Да, да, да. Все было идеально. Правильно ты сказал? По рецепту. Она это сексуальный суррогат. Она помогает людям в интимных проблемах. А записи она сама сделала. Я знал об этом. Она освеживала эти сеансы. Это помогало ей замечать улучшение в моем поведении. Когда я обнаружил, что эти записи попали в сеть, я был не себя от злости. Я прогрессил подальше, но мисс Клэр не была виновата в этом. Она сказала, что Трой забрал в нее записи за неделю до этого. Если это правда, то имеет смысл найти образец ДНК в ее постели. Кто такой Трой вообще? Что это? Трой? Трой было? Трой Сильван. Доктор Сильван. Мой психиатр. Мой психолог. Это он предназначил миссианс и терапии. Может быть, вы слышали о нем. Он довольно известный. Да, мы о нем слышали. Это оплатный эксперт, который выступает свидетелем во благоулавных делах и всегда на стороне защиты. Как отреагировала Джулия, когда устала от того, что вы стали порно-актером? Она взорвалась, и это было несправедливо. Я сказал ей, что получаю помощь в этой сфере, но я рассказывал ей до каких пределов и как. И она повела себя так, как будто я ходил к какой-то банальной проститутке. Представьте, когда все, что вы делаете, это платите этой женщине за секс с ванной. Это не просто секс, а терапевтический секс. Ты, Делка, не прав. Между прочим, если заниматься терапевтическим сексом, он действительно может быть полезным. Другое дело, что специалистов в такой сфере нету, и порно-актриса, ну не знаю. Если у нее есть диплом психолога, и она может заниматься еще психотерапией, занимаясь в том числе сексом, то нормально. Но оказывается, это просто было порно, которое записали на видео. Таких специалистов очень редко тяжело найти, больше жуликов. Вы владеете пистолетом? Нет, мне это не нравится. Джулия, она без него никуда не выходит. Везде такого масштаба требуется защита от ярых поклонников и прочего сбора. Это все, что нам нужно для сейчас. Назад. Могла ли Элла Синкер также использовать имя Стелла Кляр? Такие варианты типичны для псевдонимов. Давай проверим. Тут кое-что интересное насчет Стеллы и Кляр. Наш секс-терапевт, оказывается, подрабатывает в смежной области. Она у нас восхищающая звезда порнофильма. Может быть, она вполне заслужила диплом секс-терапевта, но на данный момент у нее фальшивый. У нее несколько приводов за проституцию. Ну вот, что и говорили. То есть она записывала порнушку и все это притворялось под видом психотерапии. А ведь может быть настоящая психотерапия. И здесь нет никаких шуток. Действительно можно прорабатывать психотравмы и комплексы в сексе, непосредственно занимаясь сексом. Другое дело, что это весьма специфическая отрасль. Во-первых, специалистов таких вообще единичные в мире. А во-вторых, клиентов, которые бы готовы были с такой психотерапией заниматься, мало. Многие могут подумать, что это типа просто проституция. Но нет, психотерапия имеет свои отличия от просто секса. А ты можешь найти адрес Троя Салливана? Должно быть. Легко. Ну давай. С адресом на Иссайду он, скорее всего, не бедствует. Там может быть куча всякого интересного. Тебе все время дикие нравятся какие-то. Причем прикольные дикие. Это странно. Ладно, погнали. Дом Троя Салливана. И красивая поездочка. Вот так. Может быть там даже девушек показывают, но я сомневаюсь. Скорее всего, просто красивые красоты моя. О, вот это похоже на психолога, который занимается сексом. Эрик, что тебя сюда привело? Я удивлен, что вы меня помните. Да, конечно, я помню. Мы же оба были слугами закона, каждый со своей стороны. Приветик, чувачок. Это должен быть твои новые партнеры сексуальные и при этом познакомиться. Чем могу помочь лучшими ребятами из Майами? Я просто офицер КГБ, который здесь работает. Хотя, конечно, это может быть как оправдание, да? Но я традиционной ориентации, к сожалению, наверное, для Делка и для вас. Я не знаю, как у вас тут в США принято. Ну, знаю, что дружба бывает такая, что все спят с женой одного друга. Дружат с другом и спят с его женой. Это дружба по-американски. Это мне знакомо уже. Ну, так вы знаете Тадда Уиллсона? Да, но у нас уже есть проблема, и я так сильно хотел помочь. Тадда, это мой пациент. Врачебную тайну никто пока не отменял. Поэтому вы не можете получить от меня никакой информации о нем. Тадда Добровна рассказал нам, что он посещал сексуального терапевта по вашему направлению. Как я уже говорил, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это. Вы знаете Джулио Альварес? Это глупый вопрос. Спросите кого угодно на улице, и вы услышите утвердительный ответ. Конечно, я знаю ее. Лично, не только как поклонник. Ее музыка мне не по вкусу слишком хриплая и однообразная, но она очень харизматичная исполнительница и очень обаятельная личность, которая изменяет муж, потому что она не сексуальна и плоха в постели. Ха-ха-ха-ха-ха. Вы знаете Элу Синклер? Да, она на самом деле сексуальный терапевт, и я иногда рекомендовал ее пациентам, сексуальные проблемы которых были связаны с эмоциональными страданиями. Чего? Это неправильно. Понимаете, сексуальный терапевт, то есть вот то, что сейчас говорится, это чушь. Дело в том, что сексуальные страдания можно прорабатывать и без секса. Именно непосредственно секс, он нужен, связанный с проблемами в сексе прорабатывать. То есть это страхи, это, собственно, боязнь каких-то вещей, это боязнь сексуальных отношений, это унижение, оскорбление и прочее. То есть прорабатываются темы, связанные с унижением, с оскорблениями, с какими-то там обидами, вот, и, собственно, с тем, как заниматься сексом классно. Ну, это тренировка в том числе, да, в таком ракурсе можно посмотреть. Поэтому боль сомнительна, что можно прорабатывать таким образом. Поэтому как-то... Вы знаете, что Элла была порнозвездой. Вы должны быть ошибаетесь, у нее были безупречные рекомендации на порнохабе. Это очень умный и знающий профессионал. Профессионал, это правильное слово. Спасибо, доктор, мы к вам еще зайдем. Ох, вот это, конечно, жесть. Ладно, поехали в аппаратуру. Привет, Валера. Не, давай сразу стол Элины, может, она еще что-то может подсказать. Конец десятой видеозаписи исследователя КГБ СССР, товарища атомного, в командировке Майами, штат Флорида, США. Да, дело о пур на корабле, набирая обороты и как бы мчится на полных парусах. Все, конец связи. Надо записаться к этому терапевту. Слушайте, сколько там берет она услуга.